Донал МакКентайр Одесса. Восхитительный город, расположенный на Черном море. Он представляет собой смесь великолепия Российской империи и средиземноморского умения радоваться жизни. Но культурные наследия города повлияли сменяющие одна другую империи, начиная с турецкой, атаманской и заканчивая российской. В этом гостеприимном городе кипит богатая и разнообразная ночная жизнь. Если надо, то можем продать. И весьма прибыльная торговля оружием. Донал приехал сюда разузнать о процветающей в Одессе торговле оружием и раскрыть ужасающие тайны, что кроются под улицами города. Из-за которых Одесса является одним из самых опасных городов мира. Самые опасные города мира с Доналом Макэнтайром. На южном побережье Украины лежит город Одесса. Знаменитая жемчужина Черного моря с уникальной космополитической атмосферой. Население Одессы немногим больше миллиона, но это важный военный и торговый порт. Когда-то он был третьим по значению после Москвы и Санкт-Петербурга городом России. Во времена советской власти здесь дислоцировалась большая часть Черноморского флота России. После падения коммунизма в 1991 году Одесса стала частью Украины. Порт по-прежнему имеет важное стратегическое значение. Теперь здесь базар Воловецкого и военного флота Украины. Потемкинская лестница, наверное, главная культовая достопримечательность города. Ее назвали в честь рабочего восстания, которое обессмертил шедевр классического кинематографа фильм «Броненосец Потемкин». Но если о богатой и разнообразной истории города известно многое, о его более мрачной стране мало кто знает. Говорят, что для журналиста Одесса – одно из самых опасных мест в мире. Донал пытается найти людей, готовых побеседовать, но из-за того, что он журналист и иностранец, встречает только стену молчания. Донал приехал сюда, чтобы выяснить, как же прекрасный город захватили мафия и коррупция. Ему также хочется разузнать о связях с незаконной торговлей оружием. Потерпев неудачу в своих стараниях установить контакт с неуловимой одесской мафией, Донал пытается добраться до них, предприняв обходной маневр. В Великобритании Украина известна благодаря процветающей в ней индустрии невест. Донал считает, что неплохо было бы начать поиски с Одессы. Секс-туризм весьма распространен в таких странах, как Украина, где по сравнению с остальной Европой низкие зарплаты. А там, где можно заработать, есть мафия. У Донала есть свои догадки по поводу интернет-торговли украинскими невестами. Каждый год от 100 до 150 тысяч женщин становятся невестами по переписке. Но по оценкам, всего 10% из них выходят замуж. Я увидел ее, когда она сидела там, такая несчастная. Я подошел к ней и попробовал как-то развеселить ее. С того момента мы и подружились, а остальное – уже история. Донал хочет побольше разузнать о брачном бизнесе. Возможно, за ним стоит мафия. По общему мнению, в Одессе живут одни из красивейших женщин мира. Их можно встретить в любом ночном клубе города. Чтобы обнаружить связь между секс-торговлей и мафией, Донал намеревается начать с легального предпринимателя, занимающегося брачным бизнесом. Быть может, он расскажет Доналу, где стоит искать. Вот уже три года Дион возглавляет уважаемое брачное агентство. Он переехал сюда из Соединенных Штатов, когда познакомился с одесситкой. Большинство мужчин начинают с просмотра базы данных невест. Обнаружив заинтересовавшую их женщину, обычно посылают ей письмо. Дион рассказал Доналу, что все его девушки ищут себе мужа. Но он слышал и о других агентствах, которыми заправляет городская мафия. В них работают мошенницы, нацелившиеся на доверчивых иностранцев, которые, в свою очередь, жаждут подцепить симпатичную невесту из Одессы. К сожалению, есть девушки, которых интересует вовсе не замужество, но в моей базе таких нет, я их сплавляю куда-нибудь. Есть такое явление, как повстречаться. Вот эти девушки просто тусят с мужчинами. Они не ищут мужа, это такие, как мы их называем, королевы шоппинга. Мужик целыми днями таскает такую по магазинам. Некоторым мужчинам это нравится, а потом их кидают, и они жалуются, что их обманули. А их не обманули. Просто этих девушек привлек только их бумажник. И в этом вся проблема. Одна из самых распространенных афер заключается в том, что женщина обещает выйти замуж за иностранца. Говорит, что приедет к нему домой, когда ей откроют визу. Он возвращается домой, ждет ее, и тут получает письмо, что у нее заболела мать. Может ли он выслать денег? Как только деньги отправлены, женщина исчезает. Ведь как бывает, если кто-то просит вас выслать 800 долларов, вы их высылаете, не плачетесь, что вас надули. Вы ведь сами выслали деньги. Обманывают только того, кто сам обманывается, раз уж он такой идиот, что шлет деньги. А что касается поисков жены, дорогое ли это предприятие, в какую сумму оно обойдется? От писем, завлекалочек, доженитьбы. Все зависит от возможности мужчины или серьезности намерений. Некоторые мужчины приезжают сюда и тратят довольно значительные суммы, но обычно около 10 тысяч. Когда из рук в руки переходят десятки тысяч евро, неизбежно в бизнес оказывается вовлечена мафия. Но пока что Доналу не удается выявить прямых связей с организованной преступностью, потому что об этом никто не хочет говорить. Но как он вскоре обнаруживает, потому что мафия повсюду. Далее в программе Донал выясняет, как же организованная преступность пронизывает иные сферы бизнеса в городе. Нужно быть знающим человеком, а не бизнесменом. И узнает, что же доступно на черном рынке Одессы. Если надо, то можем продать. Самые опасные города мира с Доналом Макинтайром. Часть 2. Донал Макинтайр приехал в Одессу, к жемчужину Черного моря. Но у этого прекрасного города есть и темная сторона. Донал обнаруживает, что брачный бизнес в Украине – часть аферы на миллиарды долларов. Обман легковерных иностранцев. Некоторые мужчины приезжают сюда и тратят довольно значительные суммы, но обычно около 10 тысяч. Красотки, участвующие в этой афере, маскируют уродливое лицо, заправляющее бизнесом мафии. Есть также и другие способы обмана. Местный таксист рассказывает о них Доналу. В Одессу приезжают из разных стран, говорят, красивейший город, где можно пожить, расслабиться, делать что душе угодно. Есть, пить, гулять, тусить в ночных клубах. Но если копнуть чуть поглубже, тут обделывают дурно пахнущие делишки. В Украине можно пойти куда угодно, делать что хочешь. И найти можно все – наркотики, оружие, шлюх, все что угодно. Под покровом тайны мафия наложила лапу и на легальный, и на нелегальный бизнес в Одессе. Донал обнаружил доклад американского агентства по международному развитию, из которого следует, что коррупция и мафия пронизывают множество сфер общества. Гораздо больше, чем считалось ранее. Он выяснил, что 82% всех предприятий города выплачивают взятки или дань властям города. Донал встретится с британским бизнесменом, который согласился рассказать о негласных правилах бизнеса по-одесски. Делового партнера Сида Доранта застрелили мафиози, поэтому он решил все распродать, пока еще есть такая возможность. Одесса, как Чикаго, разве что мафиози здесь не разъезжают в таких машинах. Здесь всем заправляет мафия. Пока есть деньги, на все закроют глаза. У кого доллары, у того и власть. Можно получить все, что угодно. Хотите три, четыре пулемета? Без проблем, пустяки. Пока швыряешься деньгами, все абсолютно все, это просто твое. В Украине нет для тебя ничего невозможного. Как и в большинстве городов, где процветает преступность, деньги здесь могут все. Если вы владеете в Украине каким-либо предприятием, за все придется платить. К вам обращается мафия и весьма доброжелательно интересуются, как дела. Они интересуются, нет ли проблем? Нет. Ой, ну и слава богу. А здание у вас застраховано? Нет. А мы обеспечиваем страховой полис. Покрывает все случаи. Если возникнет какая-то проблема, мы все уладим. Стоит энную сумму в неделю, и знаете, оно того стоит. Платишь им с удовольствием, скажу я вам, ведь никому не хочется, чтобы его прикончили, правда ведь? А они убьют. Мафии хочется, чтобы все виды бизнеса процветали. Если кто-либо начнет новое дело в Одессе или Украине, то тогда пусть уж оно будет успешным. Чем больше зарабатываешь, тем больше денег получает мафия. Стратегия проста. Они хорошие коммерсанты, но жесткие. У меня лично никаких проблем с мафией не возникало, но у моего приятеля было дело. Он счел проблему несерьезно, и в него трижды стреляли. Доннелла не удивляет, что Сид все распродал и уехал. Как выяснилось, если ведешь дела в Одессе, то неизбежно общаешься с представителями организованной преступности. Гарри живет здесь вот уже два с половиной года. У него ночной клуб в Одессе. А коррупция здесь большая проблема, да? Как мне кажется, зарплаты у полиции, судей и политиков настолько низкие, что дело обстоит именно так. Да, это так. Коррупция здесь, по-моему, процветает. Но, по крайней мере, все открыто, известно, что происходит. Обычно, если хочешь, чтобы что-то сделали, приходится за это платить. У всего в городе есть своя цена. Средняя заработная плата в Украине 150 евро по сравнению с 630 в Европе. При таком низком уровне оплаты труда, неудивительно, что властные структуры настолько подвержены коррупции. Взятничество распространено повсеместно. Большинство украинцев мирятся с тем, что дать взятку – единственный способ решить дела. Здесь очень сложно вести дела. Нужно скорее быть сведущим человеком, а не бизнесменом. Приходится просчитывать, сколько уйдет на взятки, продажность чиновников и тому подобное. Прежде чем задумать и начать здесь дело, провентилируйте этот вопрос. Нужно заиметь крышу, чтобы вас кто-то прикрывал, особенно если вы иностранец. Крыша – некто, присматривающий за вами, чтобы не возникало проблем, никаких разборок. А как вы организуете подобное покровительство? Здесь множество людей, предлагающих эти услуги. Предоставляют крышу, нужно только выбирать правильных покровителей. В основном слушать, что говорят, поговорить с кое с кем, выяснить, кто же лучше всех сможет о тебе позаботиться, крышевать тебя, иначе будут проблемы. А какого рода? Запугивают, угрожают оружием? Да, и такое может быть. Если бизнес идет успешно, то они могут попытаться отобрать его. Гэри не хочется рассказывать, кто же именно они. Как и многие уроженцы Одессы, он боялся разговаривать о каких-либо связях с неуловимой одесской мафией. У Доннелла возникает ощущение, что придется приложить массу усилий, если он хочет найти человека, готового рассказать о мафии. А за пределами туристической зоны в Одессе, безопасно или нет? В пригородах Одессы совсем другое дело. Там живет множество бедноты, безрассудный, отчаявшийся. Я бы не советовал отправляться туда в одиночку. Держитесь центральных улиц, хорошо освещенных, старайтесь не ходить поодиночке, а всегда с кем-нибудь. Чтобы продолжить поиски, Доннеллу придется покинуть центр города. Поэтому он отправляется на печально известный рынок на седьмом километре. Целый город из грузовиков, контейнеров и рыночных ларьков, возникший на торговле контрафактными товарами. Это крупнейший рынок Европы. По слухам, его оборот составляет 15 миллионов евро в день. Тем более не снимается конкретно какой-то криминал. Просто снимается общий пейзаж. Доннелл слышал, что на рынке можно купить оружие и провезти в любую страну мира. Вскоре он находит палатку с оружием. А на покупку этого оружия лицензия никакая не нужна, потому что это спортивное оружие. То есть оно предназначено, да, это относится как к категории экспортивного оружия. И то есть разрешения на них не надо. Оно не идет как оборонительное. Ну, как бы смотря в каких. Вообще пистолеты не... Можно, но... Можно, но это уже карается законом, да. Большая часть контрабандно возимого в Европу оружия – газовое. Это газовое оружие, но его легко переделать в огнестрельное. Газовые, они уже относятся к травматическому оружию. Нужно разрешение на покупку и на продажу, соответственно. У нас нет. Если надо, то можем продать. Кое-что из огнестрельного оружия относится к началу 20-го столетия, участвовало в войнах, как, например, советская версия немецкого «Маузера» 20-х годов. Многое выведено из строя. Стреляет только в холостую. А некоторые пистолеты – только копии. В Европейском Союзе разрешено владеть оружием, стреляющим в холостую, поэтому его часто продают иностранным коллекционерам. Но полиция в Европе обеспокоена количеством оружия, попадающего из Украины прямо в руки западноевропейских уличных банд. А также тем, как легко его переделать в огнестрельное. По подсчетам, в обращении находится по меньшей мере 150 тысяч выведенного из строя оружия. В магазине Доннелл обнаружил старинный Смит и Вессон советского производства времен Первой мировой. Вот что можно купить за 330 долларов. Некоторое количество манипуляций, он станет весьма надежным настоящим пистолетом, и раны от него будут серьезные. Оружие здесь достать очень легко. Доннеллу сказали, что за небольшую взятку наличными можно провести пистолет через Молдову в Западную Европу. Процветающий черный рынок оружия в Одессе привлекает многих из тех торговцев оружием, что пользуются в мире дурной славой. Это настоящие профессионалы, которые редко попадаются с поличным. Однако в 2001 году итальянская полиция арестовала печально известного одесского бандита Леонида Минина. Его взяли в номере отеля, где было полным-полно проституток и кокаина. Полиция обнаружила уличающие его документы, и в итоге Минину предъявили обвинение в международной контрабанде оружия. Он доставил на западные побережья Африки почти 200 тонн оружия. А в 2008 году арестовали Виктора Бута, у которого были обширные связи с одесской мафией. Его окрестили продавцом смерти. Взяли Бута за продажу вооружений в Колумбию. Сделка оценивается в миллионы долларов. Полагали, что многие партии прошли через Одесский порт. По некоторым оценкам, через Одесский порт ежегодно контрабандой проходит нелегальное оружие и боеприпасы на сумму в 15 миллиардов евро. Когда в 1991 году Украина вышла из Советского Союза, в стране осталось убедительное напоминание о военной мощи Советской армии. Вывести все оружие и снаряжение армии не смогла, поэтому 2,5 миллиона тонн стандартного вооружения осталось на Украине. Это один из крупнейших в истории бесхозных запасов вооружений. На его уничтожение правительству Украины потребуется 50 лет. Многое из вооружений плохо охранялось, и поэтому разворовывалось. Только чтобы вновь появиться на черном рынке. И черный рынок Украины, по оценкам, составляет половину ВВП страны. За первые 6 лет независимости на Украине исчезло бывшего советского вооружения на 24 миллиарда евро. С тех пор это оружие связано с самыми кровавыми вооруженными столкновениями и режимами, пользующимися самой дурной славой. Считают, что из-за слабой охраны складов на Украине на этом поживились и режим Саддама Хусейна, сомалийское ополчение и даже талибы. Нелегальная торговля оружием окутана тайной. Ее контролируют главари организованной преступности, благополучно ускользнувшие от преследований украинского правительства. Предполагается, что это произошло по причине коррупции, проникшей на самый высокий уровень политического ведомства. В 2000 году похитили и зверски убили журналиста Георгия Гангадзе, главного критика правительства. Когда обнаружили засекреченные записи, оказалось, к похищению причастно правительство президента Леонида Кучмы. После того политического провала правительство Кучмы так и не оправилось. Те события непосредственно поспособствовали потере им популярности. В 2008-м трех полицейских обвинили в убийстве, но тем, кто стоял за этим, еще предстоит предстать перед правосудием. Этот случай показывает, люди, стоящие на высших ступенях власти, ни перед чем не остановятся, чтобы скрыть свою продажность. Особенно, когда речь заходит о незаконной торговле оружием. В 2005 году Украина была настолько обеспокоена тем, сколько оружие контрабанды провозят через ее границы, что обратилась с просьбой о помощи к Европейскому Союзу. Проследить за портом и Приднестровьем, в 50 километрах от него. Стюарт Хилл, таможенник европейской миссии приграничной помощи Молдове и Украине. Одесса – крупнейший торговый морской порт на Черном море. Он обслуживает 55 миллионов человек на Украине и транзитные маршруты в Европу и Россию. Сюда доставляют грузы со всего мира, но стратегические движения направлены с востока на запад. Этот порт – зона повышенного риска. С момента начала нашей работы в порту задержали несколько крупных партий наркотиков. Очень крупных. Три партии героина весом больше 100 килограмм. Такие же партии кокаина. Задержали четыре партии с южноамериканских судов. Вон там стоит судно, в техническом отсеке которого обнаружили 11 килограммов кокаина. Когда из рук в руки переходит такое количество наркотиков, оружия и наличных денег, контрабандисты могут позволить себе целенаправленно давать властям крупные взятки. Всего за неделю до приезда Доннелла задержали двоих таможенников, когда они делили почти 400 тысяч евро наличными. После встречи Доннеллу позвонили. Наконец дело сдвинулось. Попытки проникнуть в преступный мир увенчались успехом. Далее в программе. Доннелл встречается с бывшим агентом КГБ, который согласился побеседовать с ним. Что касается оружия, да, на теневом рынке, говорится, можно купить. И встречается с журналистом, семье которого угрожали представители преступного сообщества Одесса. Продолжать писать, а меня вообще убьют. Ну, наверное, на последний шаг не отважно. Доннелл Макинтайр Доннелл Макинтайр в Одессе, в городе, который борется с деятельностью преступного мира. Он узнал о прибыльном брачном бизнесе, заработавшем на Украине дурную репутацию. Увидел, как на черном рынке города продается поразительное количество оружия. Вот только сложно найти того, кто несет ответственность за эту незаконную деятельность. А потом дела у Доннелла сдвинулись с мертвой точки. Я встречаюсь с человеком по имени Алекс, у него большие связи в этом городе. Мне сказали, что он может рассказать о тайнах этого города. Он бывший КГБшник, очень и очень влиятельная персона. Мне велели оказывать ему всяческое уважение и относиться к нему с крайним почтением. Это его город, а мы тут совсем не ко двору. Поэтому я следую всем этим правилам. Мы вынуждены соблюдать эти правила. Алекс, добрый день. Спасибо, что встретились с нами. Отлично. Давайте присядем здесь, побеседуем. Большое вам спасибо. Все замечательно. Алекс, насколько велика доля черного рынка в экономике Одессы? Значит, черная экономика есть. Она процветает, процветает в Одессе. А что касается черного рынка оружия и боеприпасов, ведь на Украине огромные запасы бывшего советского оружия. Ну, то, что касается оружия, да. На черном рынке, говорится, можно купить разное оружие. То есть, начиная от обыкновенного, так называемого, стартового оружия, то есть, типа, испугать этого оружия можно до настоящего боевого оружия. Это на черном рынке можно купить. А насколько остро стоит проблема незаконного экспорта оружия из Украины через Одессу? С этим есть проблема. То есть, вывоз есть. Тот, кто хочет, тот умеет, договаривается и вывозит. Это крупный бизнес? На экспорте контрабандного оружия через Одессу зарабатывают большие деньги, да? Ну, конечно, конечно. Здесь мы можем больше не разлагольствовать уже на эту тему. Что необходимо, делают, но просто есть такие структуры, которые крышуют все эти направления. Например? Давайте это опустим. Потому что я слишком много знаю, что вы говорите, например. Ну, это уже нюансы, мы не будем сюда... Ясно, что Алекса хорошо подготовили в КГБ. Беседа с ним оказалась сплошным разочарованием, поток банальностей и увиливанье от ответов. Так что Донал ни на шаг не приблизился к разгадке, кто же отвечает за торговлю оружием. Как утверждают многие крупные районы города, контролирует русская мафия. Но Донал понимает, что копать слишком глубоко в преступном мире Одессы было бы опасно. На Украине журналисты, пишущие о продажности общества и роли бандитов в экономике страны, рискуют жизнью. Журналисты — отличная мишень, они у всех на виду. Поэтому если убить, избить или заставить исчезнуть кого-либо из журналистов, можно показать всему обществу, мы все еще здесь. Мы контролируем ситуацию, либо не собираемся уйти так далеко, как вам хотелось бы. И просто мы тоже не сдадимся. В 1997 году застрелили редактора одесской газеты «Вечерняя Одесса» Бориса Деревянко средь бела дня на улице города, когда он шел на работу. Он был известен своей критикой связи местного правительства с преступным сообществом. За какие-то 10 лет при подозрительных обстоятельствах погибли 13 репортеров. А еще больше получили предупреждение. Доналл встречается с одесским журналистом Александром Левитом. Он ведет журналистское расследование. Александр слишком хорошо знает, чем рискует, когда пишет критические статьи об украинском правительстве. Александр, насколько трудно журналисту работать в этом городе, в вашей стране? К сожалению, в нашей стране очень тяжело быть журналистом. Сваре Денджерс. А что случилось с журналистами, которые задавали слишком много вопросов? Участь их была печальна, скажем так, поскольку большинство из них либо погибли официально, так сказать, либо исчезали бесследно. Однажды вечером, когда Александр шел домой с работы, его избили на этой детской площадке. Я ощутил удар по голове сзади. Я упал. И, несмотря на это, когда приподнялся, смог разглядеть тех людей, которые меня били. Вот. Они стали бить меня ногами. Несмотря на избиения, Александр продолжал писать. Но через год его и без того хрупкое душевное спокойствие подорвало другое происшествие. В ноябре 2004 года я находился в командировке в Киеве. Мне позвонили в редакцию и сказали, что моя квартира сгорела. В это время там находились двое моих престарелых родителей. Родители Александра остались живы после того нападения. Но мать была настолько травмирована, что вскоре скончалась. Не то что полагаю, я практически убежден, что это произошло из-за ряда принципиальных критических статей в газете, которые я представляю в Одессе. И мне на это недвусмысленно, собственно, намекнули, когда меня избивали. Мне сказали, что если я буду продолжать писать, то меня вообще убьют. Ну, наверное, на последний шаг не отважились, а вот на то, чтобы расправиться с семьей, и хватило. Но Александры не остановили ни угрозы, ни нападения. Да, я продолжаю писать так же, как и писал. Продолжаю задавать эти самые неудобные вопросы. И буду это делать, ну, во всяком случае, до тех пор, пока меня хватит на это, скажем так. Меня не остановят подобного рода выходки, скажем так. В 2001 году Министерство внутренних дел издало беспрецедентный указ, давший журналистам по всей Украине право на ношение оружия, стреляющего резиновыми пулями. Но такое оружие не сравнится с огнестрельным, поэтому журналистов продолжают убивать за правду. К счастью, для граждан Украины такие, как Александр, не сдаются. Через день после первой встречи Доналлу позвонил Алекс, бывший агент КГБ. Он попросил Доналла составить ему компанию, но куда не сказал. И, видимо, это сюрприз. Пометуя о недавно услышанной истории Александра Левита, Доналл неохотно соглашается. В конце концов, Алекс рассказывает Доналлу, что везет его на могилу самого уважаемого, легендарного одесского бандита. Преступный мир Одессы оказывает Доналлу редкую, хотя и мрачноватую честь. Мы едем на могилу главного мафиози. Даже после смерти они требуют уважения, наверное, даже большего, чем при жизни. Поэтому мы и почтим его, невзирая на его поступки при жизни. Кажется несправедливым, что самое ухоженное и почитаемое захоронение на этом кладбище принадлежит бандиту, замешанному в торговле людьми, наркотиками и катрабанде оружия. Но это показатель того, кто же действительно правит Одессой и контролирует город. В 90-х годах русская мафия попыталась захватить власть в преступном сообществе Украины. Но знаменитый одесский бандит Виктор Кулевар, или Карабас, дал им отпор и стал своеобразным героем. В одесском фольклоре его описывают чуть ли не как Робин Гуда, завоевавшего доверие и расположение людей. Доналл повидал достаточно бандитов, чтобы понимать, такого уважения добиваются только самые безжалостные из них. Но Алекс твердо намерен и дальше идеализировать его. Свойный более положительный по отношению к другим людям и не занимался беспределом. Я могу сказать даже больше, что многие люди обращались к нему, когда власти несправедливо поступали с ними. Очень много было власти, при том во всех структурах власти. У Карабаса было то, что хотели все. Контроль над прибыльной торговлей нефтью и оружием в Одессе. Он обычно любил ходить в баню, здесь в городе, на улице Осташкина. И в один прекрасный момент, рано утром они были в бане, и когда он выходил из бани, выходил из бани, значит, один человек с автомата расстрелял его. После его убийства в 1997 году во власти образовался некий вакуум. За одну ночь Одесса оказалась во власти Третьей Силы, устрашающей смесь олигархов, бывших агентов КГБ и бандитов. Значит, я могу рассказать о том, что я езжу в один день, когда был передел власти в городе. Насколько пышными были похороны? Масса людей, масса людей, может быть, тысячи, тысячи, может быть, даже десятки тысяч людей, все хотели, говорится, пройти, похоронить этого человека и отдать свои дания. Каким бы ни было истинное правление Карабаса, жители Одессы тоскуют по временам, когда здесь распоряжались украинские, а не российские бандиты. Когда-то Одесса была частью Советского Союза, и хотя Красная Армия ушла, русские по-прежнему остаются. Сегодня преступным сообществом города управляет русская мафия. Иногда, чтобы понять происходящее, нужно взглянуть на него глазами чужака. Поэтому Донал встречается с Полом, уважаемым в Одессе американским бизнесменом. У Пола нет сомнений, как же действует организованная преступность в городе. Если мы говорим о торговле людьми, контрабанде наркотиков, это незаконно. Все решают деньги, закон тут не действует. Если попытаться проникнуть в эту сферу или подойти к самым ее границам, вас поймают. Затем, конечно же, для защиты их территории применят всю силу закона. Ведь закон защищает интересы сильных мир всего. О мафии много говорят, но местная отличается от итальянской, где все контролирует одна семья. Здесь одна группировка имеет дело с сельским хозяйством, а другая – с судоходством. Еще одна занимается нефтью. Каждая из преступных кланов защищает свою территорию. Далее в программе. Донал многое узнает о том, как трудно жить в Одессе, когда увидит, что лежит под богатыми улицами Одессы. «Самые опасные города мира» с Доналом Макинтайром. Часть 4. Донал Макинтайр продолжает опасное расследование деятельности организованной преступности и контрабанды оружия в Одессе. Он узнал, что здесь журналисты рискуют жизнью ради расследования, связи преступного мира с правительством. Бывший агент КГБ Алекс, человек с большими связями, не оставил Доналу никаких сомнений в том, куда его могут завести такие расспросы. Давайте это опустим. Потому что я слишком много знаю, что он говорит, например. Донал обнаружил на улицах Одессы организованную преступность и тревожный уровень коррупции. А еще он узнал, что под самым его носом есть большое и беззащитное сообщество. Если на поверхности дела идут как обычно, то под улицами Одессы кроется ужасная тайна. Во многих городах есть проблема уличных детей. Но в Одессе дети живут буквально под самыми дорогими улицами и пышными зданиями. Этим детям некуда идти. Они влачат жалкое, нищенское существование в темноте подземелья. На улицах Одессы насчитывается до 3000 бездомных детей, некоторым всего 11 лет. Их бросили семьи, власти забыли о них, так же, как люди наверху. Они выживают всеми способами. Многие из них наркоманы, у многих ВИЧ. Роберт священник из Соединенных Штатов. Побывав в Одессе, узнав о беспризорных детях, он бросил все, чтобы приехать и помочь им. Теперь он возглавляет благотворительную организацию, которая кормит, одевает и следит за здоровьем этих детей. Он полагается на пожертвования, но не получает никакой помощи от властей. При таком скудном финансировании он не может помочь детям изменить образ жизни. Обычный, легко доступный клей. Стоит гривны 3-4, по-моему. Даже меньше доллара. Они попрошайничают, идут на улице со стаканчиком, например, из Макдональдс, сидят и просят мелочь. В день могут заработать доллара 3-4, может быть, 5. Иногда, как мне кажется, выбирают самого маленького и выставляют его просить милостыню на всю компанию. А потом тратят деньги на клей. Вот так они и живут. Сегодня день рождения Артура. Он два года живет на улице. То здесь, то там. Сколько? Два года. Он был два года на улице, живет в разных местах. А ты из Одессы сам? Я же отправил. Ведя, пускай в область Одессы, город Одессы, Великторинская. А ты тут подружился с кем-то? Это мой брат. Порой дети крадут мобильные телефоны, и их легко продать. Но, как узнал Артур, это не всегда выход в беспощадном мире. Слушай, а что у тебя за синяк там? Это ударили телефон. А у них, кстати, это чужие кто-то, или вы просто подрались? Чужие. А за что? Просто ударили телефон забрали. Это часто случается? Да, это не значит ничего. Куда есть телефон, часто. Куда нету, вообще. Роберт обратился к властям с просьбой о деньгах на оказание помощи бездомным детям Одессы. Но, похоже, город игнорирует эту проблему. Гораздо легче было бы уберечь детей от такой жалкой жизни. Но Одесса – непростой город. В таком городе, как Одесса, главная заговыка – в доверии. Как-то я спросил радиопродюсера, есть ли в Одессе человек, которому бы доверили подобные деньги. Мы говорили о пяти-шести сотнях тысяч евро на финансировании программы помощи. В ответ мне сказали, что такого человека нет. Деньги поддерживают существование детей. Но для Роберта просто давать им деньги – это не выход. Мы много раз говорим туристам, не давайте им деньги. Если хотите купить что-нибудь поесть, то это нормально. Но не давайте наличные. Проблема в том, что, получив деньги, они покупают клей, наркотики и прочее. Когда я впервые попал сюда, был очень наивным. Один мальчишка хотел лекарства от простуды. Я купил им лекарство. А оно нужно было совсем не от простуды. Его мешали с чем-то, чтобы сделать наркотик и уколоться. Роберту грустно осознавать, что у некоторых беспризорных есть выбор. Пока они едут, Роберту звонит мама одного из детей. Она позвонила мне и спросила, мой сын с вами, я ответил «да». И передал ему трубку. Мать хочет, чтобы он вернулся жить домой, а он не хочет возвращаться. Я не знаю почему. У него есть сестра, живет дома. Но этих детей привлекает свобода на улицах. Никакой школы, никаких правил. Вообще ничего. Это проблема. Я забыла за него, просто положила его. Большая проблема. Я забыла. Роберт едет в подвал где-то на окраине города. Там собираются беспризорные дети. Если спуститься, там тепло. Здесь обслуживают трубы горячего водоснабжения. Внизу есть некое подобие комнаты с горячими трубами. И там живут дети. Они кладут свои матрасы на горячие трубы. Уличные дети, они беззащитные. Они боятся, что их узнают власти. Из этих соображений мы согласились прервать съемку. Я не певаю, что сын ударов. Вот свидетельство стойкости детей. Они могут выжить практически без помощи со стороны государства. Но какая горькая ирония. Они живут в нищете и убожестве прямо под богатейшими банками Одессы. В Одессе Доналл обнаружил, что великолепие города лишь видимость. Фасад, скрывающий бедность и коррупцию. С момента распада Советского Союза в Одессе могущественную силу обрела организованная преступность. И, к несчастью всех жителей города, взятничество стало образом жизни. Местное правительство не в силах остановить коррупцию. Способствующую торговле женщинами, наркотиками и незаконным оружием. Журналисты и те, кто отваживается расследовать связи между правительством и бандитами, рискуют жизнью. Но, несмотря на опасности, они были, есть и будут, эти мужчины и женщины, рискующие своей жизнью во имя справедливого общества. И борются за власть закона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова